Сегодня я хочу поговорить с вами на тему, о которой многие говорят уже очень давно. И эта тема называется «Успех». Успех для всех значит по-разному. Успех может означать для меня то, что будет отличаться от вашего понятия. И то, что это может означать для вас, отличается от того, что это значит для ребенка из школ, который просто пытается получить пятерку за свое домашнее задание. Или может быть домохозяйка, которая пыталась уложить своих пятерых детей спать девяти часам вечера. Или может быть даже руководителю корпорации, которая работает более двадцати лет и хочет стать генеральным директором своей организации. Речь идет о том, чтобы быть тем, кем ты хочешь быть, делать то, что ты хочешь делать, идти туда, куда ты хочешь. Потому что, когда дело доходит до твоей жизни, ты становишься боссом, и у тебя есть выбор. На самом деле, ты есть тот, кто ты есть сегодня. Видите ли, мы – это сумма пяти человек, в которой мы окружаем себя больше всего. Мы зарабатываем тем же доходом, мы идем в те же места, мы делаем те же вещи, мы думаем теми же мыслями. И если вы посмотрите на своих пятерых ближайших друзей, вы должны задать себе один вопрос. Кто мои лидеры и куда они меня ведут? Другими словами, мой лидер ставит меня на место, где я, скорее всего, захочу быть. Если ответа на этот вопрос нет, то вам нужны новые лидеры. Вам нужны люди, которые вдохновляют, которые могут помочь вам подняться до целей, которые выходят за рамки ваших возможностей и вашего мышления. Я ему говорю однажды, я говорю, слушай, Сергей, ну как вообще жить? Столько разных проблем. Тут вот это, вот это, вот это, вот это. Меня это просто вгоняет в депрессию. И он мне дал вот такой простецкий совет, и этот совет я всю свою жизнь применяю, и это действительно вот правда жизни. Он говорит, а ты бери вот по одной вещи, отсекай. Вот сделал одну вещь, маленькую вещь до сегодня, отсек, тебе легче стало жить. И каждый день ты маленькую вещь отсекай, и ты увидишь, что даже незаметно раз, и у тебя все хорошо стало. То есть, когда ты видишь вот эту вот картину, да, то есть, у тебя такое ощущение, что перед тобой препятствие стоит размером с гималайские горы. Тебе нужно идти по пути анализа. Анализ значит разбиение на части. То есть, берешь любую вещь, дробишь ее на кусочки, перестаешь прокрастинировать, прокрастинаться, это вот откладывание на потом. Можно вечно откладывать на потом и говорить, я еще не готов, я еще не готов, я еще не готов, я еще не готов. А потом ты говоришь, я уже не готов. И все. И вот так вот твоя жизнь, она стала похоронена от этого страха. То есть, то, что нас не пускает, это страх. Если ты запросто пишешь по 20 страниц в день, можно подумать, ну ладно, попробую 40. Будешь к вечеру мочалкой. Да даже если привык по 20 и решил писать по 22, не перегружай себя. Не то разлюбишь писать. Допишешься до того, что убьешь писателя. Как я тут говорил некоторым, вот рисуешь ты океан, и такой, какой красивый у меня вышел океан. Добавлю-ка и синего, и желтого. Можно загубить картину, у тебя получится лимон. Некоторые так дорисовывают, что портят картину. Если придираться ко всему и постоянно переписывать каждую реплику, можно превратить вещь в мусор. Если достиг высокой степени эмоционального самоконтроля, найди свой уровень комфорта. Если ты можешь спокойно решать по 18 задач в день, решай по 18 и отдыхай. Завтра будешь свежий и готовый к работе. Если будешь решать по 15, так даже лучше. Иногда в начале работы у нас много сил. Мы думаем, ну сегодня мой день, когда много сил. И мы хватаемся за колоссальную задачу. Сил-то у нас много. И истощаем себя. Потому что из-за решения, принятого утром, когда было много сил, мы взяли на себя больше, чем можем вынести. Поэтому, принимая решение, будучи полным сил, советую, например, когда вам звонят и что-то предлагают, скажите, перезвони в 4, там увидим. Поскольку энтузиазм может привести к решению, которому ты будешь не рад. Я считаю, что тусклый карандаш лучше, чем острый ум. И чтобы произвести впечатление на ваше подсознание, вы должны записывать свои цели, чтобы мы могли твердо придерживаться того, кем вы являетесь. Этот метод я преподаю во всем мире. Это называется 20 идей одного метода. По сути, вы выбираете одну всеобъемлющую цель, которую вы хотели бы достичь. И перечисляете 20 идей, которые соответствуют этой конкретной цели. Например, вы хотели бы стать лучшим оратором. Что вы можете сделать? Вы можете посмотреть передачу «Тед говорит», как сейчас. Вы могли бы практиковать свою речь. Вы можете посмотреть в зеркало, чтобы бросить вызов себе. Вы можете читать словарь каждый день. Есть так много вещей, которые вы можете сделать. Но неужели я могу придумать 20 идей? И ответ «Да». Я могу придумать сотни, если захочу. Представьте себе, если бы вы сделали это в каждой сфере вашей жизни, для продвижения по службе, для вашей семьи, и вы написали свои цели на каждый день. Тогда вы сможете достичь стольких вещей в вашей жизни. Вы видите, что у нас есть все, что нам нужно для того, чтобы добиться успеха. Но мы должны взять то, что может дать нам больше. Например, современный автомобиль, в котором мы катаемся. Брендовая одежда, которую мы носим, более вкусную пищу, которую мы едим, и более понимающих и знающих людей, которых мы встречаем. И для этого у нас есть все необходимое, чтобы добиться успеха. Но мы должны верить. Когда вы верите в себя, вы можете обнаружить, что все остальные в мире будут верить в вас. И вы также должны мыслить масштабно. Когда вы думаете, вы можете сделать гораздо больше вариантов. И вы выиграете. Продолжение следует... Продолжение следует...